МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общение с этим благородным животным ни с чем не сравнимое удовольствие. Ведь не зря английский король Ричард III, если верить Шекспиру, готов был отдать полцарства за коня. Бесспорно, желание вскочить на лошадь и пронестись галопом по чистому полю было у многих. Да, со стороны все выглядит легко и непринужденно, но на самом деле умение обращаться с лошадью – это целая наука, о которой и расскажут герои программы «Ровесник». Это Авалон, мой лучший друг, без которого я не могу прожить и дня. Конный спорт стал частью моей жизни, когда я верхом на лошади, я в полной гармонии с ней. После распада Советского Союза у нас были, конечно, очень тяжелые времена, было полное запустение, лошадей мало, все разваливалось. И потихонечку мы начали возрождать это дело лошадей, приобретать, восстанавливать разрушенную инфраструктуру. И вот в течение этих лет нам удалось, как вы видите, и манеж новый даже получить, и старый привести в порядок, и конюшни привести в порядок. Ну, то есть мы вышли на довольно приличный уровень. Конный спорт в Украине, он со временем начинает набирать популярность. Допустим, 10 лет назад он был не так популярен. Наши спортсмены начинают выезжать за границу, там выступать на международных турнирах. Но за границей он все же намного популярнее, чем у нас, потому что как-то у них это и уровень другой, как бы оно все более развито. Я впервые села на лошади, наверное, ну еще в раннем возрасте. Начала заниматься по выходным где-то в 6 лет. Потом уже в 10 лет меня папа привел на конюшню, и с тех пор я каждый день провожу на конюшню уже на протяжении 10 лет. Чистка это такой процесс довольно специфический, поэтому нравится он не всем. Есть лошади, которые обожают чистку. Их можно чистить часами, и их это не будет ни раздражать, ни надоедать. Они как бы хотят, чтобы от них не отходили, чухали и чухали. А есть лошади, которые очень нежные, и им чистка доставляет очень неприятные такие ощущения, поэтому с такими мы стараемся делать все очень быстро. Подтолкнули меня к конному спорту родители, и узнала я вообще о таком виде спорта, как конный спорт, лет 12 только. Изначально они меня отдали в этот спорт для того, чтобы исправить осанку, занять чем-то ребенка, чтобы он не сидел после школы дома, чтобы он чем-то занимался. Так как мой папа занимался в юности, пошла по его стопам, так сказать. У меня сейчас в работе находятся две лошади, Авалон и Кристал. Авалону 9 лет, Кристалу 5 лет. С Авалоном мы довольно давно уже, 4 года. Уже очень много мы вместе с ним прошли. Это первые старты, первый соревновательный опыт. Для него для меня нет, но для него это было и для меня тоже как в первый раз, потому что молодая лошадь, неизвестно, как она поведет себя. Было очень интересно. С Кристалом я уже 2 года. Вон молодой конь, это как бы мой второй уже опыт выездки лошади, обучение ее. В этом виде спорта мне больше всего нравится. Азарт, который на соревнованиях присутствует. Соревновательный дух, хочется показать себя. Ну, соответственно, на тренировках хочется проявить себя тоже, максимально выкладываться на каждой тренировке, чтобы добиться успеха. Ну, конечно, общение с друзьями, это тоже очень важно для меня. У моего дедушки есть конюшня. Я приехал ему в гости и решил попробовать, попросил, чтобы поездить. Впервые сел на лошадь в 9 лет. И когда я сел на лошадь впервые, мне это сразу понравилось. Благодаря дедушке я начал заниматься конным спортом. Он мне помог в этом. Я очень благодарен ему. Спустя 4 года я переехал в Киев и начал заниматься здесь. Мне это очень сильно затянуло, потому что общение с лошадью, это круто. Существует три классических вида спорта. Это троеборье, конкур и выездка. В троеборье это три вида манежная езда, полевые испытания и конкур. Ну, там ограниченная высота, но сложность по полевым испытаниям, потому что мертвые препятствия, в этом сложность. Дистанция большая, выносливость лошадей надо очень большая. Конкур – это преодоление препятствий, тут чистая высота. На Олимпийских играх до 160 и выше сантиметров прыгают. Выездка – это, будем говорить, танцующая лошадь. Но самая зрелищная и пользующая популярностью – это конкур. В принципе, и у нас, и за рубежом тоже. Впечатляет, когда лошадь берет такую высоту, летит. И это всегда разные маршруты, разные программы. Сложность меньше или больше, но это всегда что-то новое. Ну, сначала я начала заниматься конкуром, потому что мне казалось, это очень захватывающе, это экстрим, адреналин. Ну, и первый прыжок – это сразу такие эмоции, что других мыслей у меня и не было. У меня появилась лошадь, которая умела и прыгать, и заниматься выездкой. Я начала пробовать, у меня начало получаться, и меня отправили на соревнования. Я там выступила довольно неплохо, и с тех пор я продолжаю заниматься и тем, и тем. Я попала в учебную группу, занималась буквально год, нарабатывала азы какие-то, основы. Затем тренера поставили передо мной вопрос, куда я хочу в конкур или выездку. Я понятия не имела, что такое выездка. Для меня это была выездка, какой-то другой мир. Я знала, что я хотела прыгать, я сказала, я хочу прыгать. Родители сказали, лучше не надо, так как это очень травмоопасно, ты у нас единственная дочь, поэтому давай-ка ты пойдешь в выездку. Я очень расстроилась изначально, даже плакала. А потом, спустя полгода, год, я так втянулась, мне так понравилось. Я смотрела видео каких-то мастеров выездки, просто загорелась этим. Не могу сказать точно, сколько у меня было лошадей. Они постоянно меняются, и это считается правильно, так как молодому всаднику нужно пропустить через себя большое количество. Чем больше, тем лучше лошадей. Так как ему будет тогда известно, как можно больше шаблонов, какая бывает лошадь. Он тогда сядет и через минуту буквально скажет, ага, я уже понял, как на этой лошади, что нажать. Первое знакомство с лошадью, это очень важно. И первое, что я делаю, это, конечно же, сахар. Дать сахар, сказать здравствуй, давай знакомиться. Ну, ближе уже узнаю ее вверху. Когда мне дают новую лошадь, первое время идет какая-то притирка друг к другу. Мы уже узнаем друг друга, повадки, характер. Но это еще не такая глубокая привязанность. У нас с Авалоном уже сложилась такая внутренняя привязанность. Мы понимаем друг друга без слов, мы практически не общаемся. Просто видим друг друга и понимаем. Я в 6 лет занимаюсь конным спортом, а именно конкуром. Почему конкуром? Потому что я чувствую себя свободным, когда прыгаю с лошадью. Этот адреналин не нравится. Чтобы достичь каких-то результатов, нужно найти общий язык с лошадью. Это не очень просто сделать, но возможно. Может, какой-то лишний раз выйти, просто погулять с ней, походить, поговорить. У меня их три, и с каждой из них нужно провести время. Конных клубов сейчас очень много. Частных очень много клубов. И довольно на очень высоком уровне. Сооружения все с еврогрунтом. Они по областям больше распределены. Киевская область, Черниговская область. В Харькове сейчас уже появился там тоже такой приличный клуб. Начала я занятия буквально с двух дней в неделю. Занималась так буквально два года. Или три даже. Понятно, что прогресса было мало, так как для профессиональных занятий спортом это очень мало. Когда стала заниматься каждый день, прогресс налицо. И очень быстро пошел результат какой-то. Я считаю, что с тренером взаимоотношения должны быть теплыми, близкими. Практически как с семьей. Потому что тренировки каждый день мы видимся, сталкиваемся с какими-то общими проблемами. Тренер поддерживает, подсказывает. Иногда, конечно, дает прочуханки. Но это все в воспитательных целях. С первых тренировок самое тяжелое, что для меня вообще было, это залезть на лошадь. Для меня это было так долго. А у меня не было силы в руках, чтобы себя подтянуть к седлу. Никто тогда не разрешал с тумбочки залазить на лошадь. Так как считалось, что уже взрослые спортсмены могут себе это позволить. Дети должны учиться сами этому всему. Затем уже по ходу тренировок началось. Опусти пятки вниз, приверни носки к лошади. У меня это просто проблема номер один стала. Я была совершенно раскоординирована. У меня правый носок торчал больше, чем левый наружу от лошади. Мне было сложно их параллельно лошади поставить. Увеличилось число тренировок в неделю. И эта проблема стала уходить даже просто незаметно. Сейчас я об этом не задумываюсь. Оно все на автомате. Падать я начал с тех пор, когда начал прыгать. Где-то после трех-четырех месяцев уже. Падал очень часто. Из-за того, что просто не мог удержаться в седле. На протяжении первого года хотелось все бросить. Потому что было трудно вставать в 6 утра на тренировку. Была ужасная крепатура где-то месяцев 6. Но я понимал, что если я брошу, я не буду настолько счастлив. Потому что общение с лошадью мне как-то помогает. Ты всю жизнь, пока ты в седле, пока ты рядом с лошадью, ты все время чему-то учишься. Пока ты общаешься с другими людьми, каждый человек может внести что-то новое в твое отношение к лошади, в твою работу с лошадью. Так что учимся, ну мы конники на протяжении всей своей жизни. Изначально я занималась в группе, как мы это называем, чайники. Подготовительная группа. Потом меня забрал наш тренер в конкурную группу. Я прыгала очень маленькие, дебюты, детские конкуры. У меня была очень хорошая лошадь. Она как бы не считалась самой лучшей у нас на конюшне. Она была очень вредной. Но, как говорится, любовь делает свое дело. Я начала приносить ей там вкусняшки, гулять с ней, ухаживать. И с тех пор, хотя она была такая, никого к себе не подпускала, со временем она начала меня выручать, помогать мне на соревнованиях. Мы начали занимать первые места. Дети наши хорошо выступали, даже имели призовые места на Европе. Именно детский ворс до 14 лет. Было седьмое место на Олимпийских играх. Личный зачет. Это очень серьезно по меркам нашим. Это радует. Перспектива как бы есть. И я думаю, что это в скором будущем будет видно. У нас такой специфический спорт. Казалось бы, что мужчины, они сильнее, им должно быть легче. Но не всегда сила помогает мужчинам побеждать. И, конечно же, победить всадника мужчину приятно. Особенно, если он старше возраста, сильнее. Это, конечно, очень приятно. Но это не всегда зависит от того, мужчина или женщина. Все зависит от опыта, от твоего умения. Плохое настроение на тренировках часто бывает. Но такого, что вы бросите, не заниматься и уйти из этого, что это не мое, никогда не бывает. У лошади энергетика очень сильно влияет на тебя. И любые проблемы, они кажутся уже не такими значительными, когда рядом с тобой есть вот такой друг.